Киев тем временем занят другими делами. Сегодня пришло сообщение о задержанной бывшей министре юстиции Елене Лукаш. В Генпрокуратуре от нее хотят услышать показания по событиям на Майдане. Многие эксперты считают, показательные аресты и иллюстрации заменили властям реальной реформы. При этом система государственного контроля разрушена. Центральная власть и министерство существуют как будто отдельно от школ, больниц и электростанций. Тему продолжит Ольга Князева. Третий месяц Киев в плотном кольце горящих торфяников. Спасатели не могут взять под контроль десятки очагов. Их общая площадь около сотни гектаров. Задымление по утрам такое, что Киев, как грустно шутят местные жители, легко даст фору туманному альбиону. Пишение в горле и запах неприятный, вот гач. Торфяники тлеют с августа. Уже потеряно 20 тысяч гектаров леса. Это рекорд за всю историю независимой Украины. Лесничества в этом году остались без государственного контроля. В Яценюком уничтожена система информирования государственных контролирующих органов. Это выгодно бизнесу. Это выгодно Яценюку, который за один год своего премьерства умножил себе один золотой миллиард. И, в общем-то, крупным олигархам. Потому что в данном случае они могут делать все, что угодно. Они могут добывать природные ресурсы в каком угодно объеме. Очистные сооружения, хранилища ядерных отходов, плотина Киевской гидроэлектростанции. В любой момент на этих объектах может произойти катастрофа. Но проще отремонтировать фасад, чем укрепить фундамент. Так эксперты характеризуют работу Кабмина. Еще один пример – Министерство здравоохранения Украины, для реформирования которого страну пригласили иностранца Александра Квиташвили. Уважаемый Сандро, у нас с вами есть три месяца. Эти слова премьер Украины произнес летом. А в сентябре представители Всемирной организации здравоохранения забили тревогу. Часть вакцин, которые раньше закупали в России, теперь под запретом. Остальные просто не купили вовремя. В Закарпатье двое детей скончались от полиомиелита. Министра! К зданию Кабмина из разных областей Украины приезжают люди с диагнозами гемофилия. В местных больницах нет нужных им препаратов. Александр Квиташвили к митингующим не вышел. И эксперты объяснили почему. Международная федерация гемофилии, Европейский консорциум и Украинская федерация гемофилии готовы провести переговоры и поставить лекарства за 30 дней, если Минздрав перечислит производителю деньги. Проблема исключительно в Минздраве, потому что был уже объявлен тендер, который был отменен из-за коррупции, объявлен новый и так далее до бесконечности. Арсений Яценюк уже заявил, в ближайшее время Квиташвили покинет пост министра здравоохранения. Но коррупция в министерстве меньше не станет, уверены политологи. Увольнение, масштабные люстрации и аресты они называют показной подменой реформ. В рамках люстрации в этом году из разных госорганов были уволены 400 профессионалов по одной только причине. Работали в период президентства Януковича. У нашего правительства и правящей коалиции нет концепции, какую Украину мы хотим построить. У них есть, что мы ненавидим, но при этом нет того, что мы хотим построить в стране. Ради чего все это было? Вот люди, которые выходили на Майдан, они видели для себя какую-то новую Украину, новую страну, в которой будет им жить хорошо. Но опять же, что такое это жить хорошо, правительство так до сих пор и не объяснило. Страшно заболеть, оказаться в зоне бедствия, открыть собственный бизнес. Так живут украинцы спустя почти два года. С начала так называемой революции достоинства. Когда в стране уже и в прямом, и в переносном смысле не продохнуть, остается только бежать. Сегодня Украина занимает пятое место в мире по числу иммигрантов. Полмиллиона человек только за первое полугодие 2015-го уехали, например, в соседнюю Польшу. Ольга Князева, Максим Семин, Первый канал, Киев.